Дневной разворот в Кирове 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 на рассмотрение региональных законодательных органов. Это такого рода инициативы. Они должны быть одобрены каким-то процентом от региональных парламентов, для того, чтобы уже могли изменения в этот закон носиться. Это такая процедура. И пленарное заседание законодательного собрания Кировской области очередное было накануне. И депутаты, насколько я понял, из сообщения единогласно проголосовали за то, что эти поправки в федеральный закон нужно принимать. Ну, насколько я понял по сообщениям, да, и было именно так. Докладчиком выступал вице-спикер УЗС Владимир Костин. Вот сейчас мы пытаемся его набрать, для того, чтобы он с нами пообщался, обозначил свою позицию в эфире. Собственно, вот в своих приветственных речах и в своих комментариях депутаты, и в том числе спикер Заксобрания Владимир Быков, говорили о том, что поступало в наш парламент много мнений как и за, так и против перевода стрелок-часов. Ну, мы обо всем порядку поговорим. И сейчас на связи как раз-таки у нас Владимир Костин, вице-спикер нашего регионального парламента. Владимир, добрый день. Добрый день. Добрый день. Так четко, оперативно. Почему именно вы, хочется сказать, спросить, вернее. Почему вы слово взяли по этому вопросу? Докладывали, да. Вы знаете, я просто в Заксобрании отвечаю за мониторинг законопроектов, которые поступают в Государственную Думу. И все законопроекты вижу, поэтому увидел законопроект, который сам лично поддерживаю, и решил выступить в поддержку. То есть это было ваше решение такое, осознанное? Абсолютно осознанное, конечно. А какие, собственно, вы видите в плюсы в этом переходе? Ведь до этого жили как-то достаточно долгое время, и как-то было время, и меняли летнее, и зимнее, и все. Вот почему именно на таком варианте вы решили, что правильно будет остановиться? Понимаете, если проснуться вдруг ночью в районе трех часов утра, то вы удивитесь и увидите солнышко, которое уже встает. Да я еще не ложусь в это время, поэтому я ничего не удивляюсь. Тогда вы тем более знаете о том, что солнце встает примерно в это время. Я, признаться, часто три часа-то и просыпаюсь из-за того, что уже светло. Да, поэтому и хочется выиграть вечерний час, и можно потерять немножечко утреннего света. Три часа, но малоактуально. Владимир, вопрос такой простой. А вот неужели для этого обязательно всю страну переводить на время? Может, просто сдвинуть рабочее время у предприятия и работать на час раньше? Кто ж не велит-то? А как быть с совами в этой ситуации? На самом деле вся страна может широко сейчас обсудить этот законопроект, ведь Кировское законодательное собрание высказало позицию, основываясь, кстати, на мнении избирателей, потому что было очень много обращений в адрес депутатов, мой личный адрес с поддержкой инициативы законодательной. И поэтому мы опираемся на мнение людей. То есть Кировское область мнение высказал. Если, к примеру, Пермский край будет несогласен, они запросто могут в Государственную Думу свой отзыв на проект. И я думаю, депутаты Государственной Думы, авторы законопроекта в том числе, будут основываться при принятии решений голосования в первом чтении за законопроект, либо против, на мнении регионов. А вот, Владимир, еще такой вопрос. Там должен быть какой-то определенный процент регионов, поддержавших законопроект? На самом деле нет. Но ввиду важности вопроса, рискну предположить, что многие регионы направят свои отзывы, и депутаты, которые являются представителями регионов, наверняка будут опираться на мнение регионов при голосовании. Понятно. Знаете, вот в одной из публикаций я читаю, как раз вы комментируете о том, что... Речь идет о том, что были и противники этого новшества. Поподробнее можно? Всего два. Всего два противника? Что за противник? Всего два противника было, которые мне письменно и лично озвучили, что они согласны с идеей. На самом деле, аргументация в первом случае была вообще нулевая. То есть просто не занимайтесь ерундой. Ну, пусть это скажут аграриям. Аграрии говорят, что нам это жизненно необходимо для того, чтобы эффективность рабочего времени повысить. Конечно же, городское население, важно слышать при этом тоже, и городское население высказалось в поддержку. То есть мы остаемся в одном часовом поясе с Москвой, это важно, но приобретаем вот этот лишний вечерний час. Опасение второе было связано с тем, что в октябре дети, когда пойдут в школу, будут вставать затемно. Хотелось бы вставать светлое время. Вот здесь, опять же, не согласен. И я думаю, если закон будет поддержан уже в октябре, мы с этим можем... В этом можем убедиться. Мы правильно понимаем, что депутаты ОЗС единогласно проголосовали за эти поправки? Или были противники? Насчет единогласности не уверен, просто не помню, но точно законопроект был поддержан. Большинство голосов все-таки... Большинство, подавляющее, большинство. Дальнейшая процедура в чем будет заключаться? Вот приняли, поддержали. Дальше. С учетом того, что это инициатива Государственной Думы, дальше законопроект пойдет в все инстанции, все процедуры согласно регламенту Государственной Думы. То есть сейчас его ждет рассмотрение в первом чтении. В случае положительного рассмотрения законопроект попадет на второе чтение. Сроки зависят от принятого решения Советом Думы. Поэтому все в руках законодателей федеральных. То есть решение будет окончательно уже приниматься в Государственной Думе? И пока точно неизвестно когда, да? Неизвестно, пока неизвестно. Получается, это такой компромиссный вариант для нашего региона. Вот мы до этого все обсуждали, жить на час вперед от Москвы или не жить. А тут мы все разом, всей страной, возможно, перейдем. Да. Получается, что так. Да, получается, что так. Спасибо большое, Владимир Костин, вице-спикер ЗАГСобрания Кировской области. Сейчас мы небольшой перерыв сделаем, но перед ним еще успеем напомнить о том, что вы можете участвовать в нашем опросе. Да, вопрос очень простой. Поддерживаете ли вы переход на постоянное летнее время, перевод стрелок на час вперед? И четыре варианта ответа. Да, я за летнее время. Это экономия денег и хорошо для здоровья. Второй вариант. Нет, я за зимнее время. Это экономия денег и хорошо для здоровья. Если честно, мне без разницы. Это уже третий вариант. Я и предыдущий переход не заметил. Ну и четвертый вариант, под которым я уже галочку поставил. Это уже не смешно. Остановитесь. Так, я смотрю предварительные результаты на нашей странице ВКонтакте. 38% это лидирующий вариант ответа. Да, я за летнее время. Экономия денег и хорошо для здоровья. На втором месте угадайте, Николай, какой вариант? Нет, я за зимнее время. Это экономия денег и хорошо для здоровья. Не угадали. Это уже не смешно. Остановитесь. То есть я попал во второй. Да, 30% проголосовали именно за этот вариант. На третьем месте, если честно, мне без разницы. Голосуйте, время еще есть. И 211-101, номер нашего телефона. Если вы хотите высказаться по этому поводу, то мы обязательно вас выведем в эфир. Сейчас небольшая пауза. Продолжаем беседу. Кировская область вместе со всей страной будет жить на один час вперед. Знак вопроса. Пока создательный вопрос, потому что решать все будут депутаты Государственной Думы. Как сообщают СМИ, этот вопрос будет рассматриваться уже в эту весеннюю сессию. В мае. Каникулы в июле начинаются, по-моему, в Госдуме. Рассматривали этот вопрос. И накануне депутаты нашего регионального парламента, если не единогласно, сейчас сказал Владимир Костин, то большинство голосов проголосовали. Я вижу комментарии на сей счет спикера нашего ОЗС. Владимир Быков сказал, что по этому вопросу он получал обращение от жителей Кировской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан. Далее цитата. Говорит Владимир Быков. Мнение о переводе часов самые разные. После обсуждения мы решили поддержать принятие законопроекта, ведь в этом случае наш регион останется в одной часовой зоне с Москвой, а люди получат еще один светлый час в вечернее время. Особенно такое решение приветствуют дачники и аграрии. Отметил Владимир Быков. Ну что, к аграриям обратимся? К аграриям обратимся. Давайте. Пожалуйста, Николай. Ну, у нас, я думаю, сейчас на связи уже Валерий Совков, руководитель фермерского хозяйства Совковых из Котельнического района. Я думаю, все кировчане его прекрасно знают. И его, и его продукцию. Картошка. Картошка. Картошка, да. Валерий Никитич, добрый день. Валерий Никитич, добрый день. День добрый, день добрый. День добрый, да. Да, как у вас там сельхозсезон уже стартовал или снег в Котельниче до сих пор? Да нет. Нынче все в ожидании, в том числе и мы. То есть пока ждете. Все в ожидании. Да, конца непогоды. Пока ждете, пока ждете, когда погода позволит, собственно, приступить к сельхозработам. Валерий Никитич, вот наши депутаты уверяют, что этот перевод стрелок на час вперед прям жизненно необходим аграриям. Чтобы работать подольше и вставать, не знаю, чуть попозже или что-то. Я не очень понял. Да, Валерий Никитич, дайте оценку. Конечно, хотелось бы ложиться бы пораньше, а вставать бы попозже. Но так не получается, поэтому приходится все наоборот. Ну а что касается перевода часов, то если бы это была первая инициатива, то, может быть, было бы кому-то бы интересно. Сегодня, я считаю, здравым людям это уже надоело. То мы поддерживаем президента Медведева, переводим кресло, кресло уплыло из-под президента, обратно переводим, сейчас снова переводим. До этого несколько раз переводили. Ну, мое личное мнение, и скотина, и крестьяне, они привыкают. Все хотят постоянства. И поэтому единственное, я, наверное, помолюсь, чтобы у нас, у депутатов, хватило здравого смысла принять единственное и последнее, самое главное, последнее решение по переводу этих часов. Мне лично кажется, что даже уже стрелки часов туда-сюда бегать, и то устали вслед за нашими политиками. А что, кто-то какую-то выгоду получит, да, или сельхоз, животные станут себя вести правильно. Людям бы себя правильнее вести. И как вот мы вначале сказали, не пораньше ложиться, а попозже ложиться. И пораньше вставать. Тогда все у нас будет хорошо, и стрелки часов будут бегать постоянно, постоянно, и в здравом уме. Сегодня кажется, наоборот, что стрелки-то в здравом уме, а мы их туда-сюда таскаем, как куклы марионетки, дергаем и дергаем, дергаем и дергаем. Валерий Никитич, я правильно вспомнил, что вот то время, в котором мы сейчас живем, оно вас вполне устраивает, вы к нему привыкли? Ну, надоело просто шароханье. Туда, сюда, сюда, туда. Ну, что это, какое-то детство, детство, что ли. Или просто, может быть, у политиков задача ответить на чего-то более глобального. Вот и обсуждаем этот вопрос, как будто нам больше нечего обсудить. Слушайте, а ведь, как ни странно, многие, да, действительно понимают, что это не самый первоочередной вопрос. Есть проблемы посложнее, но охотно включаются в дискуссию. Ну, как раз на это, как раз на это и рассчитывают политики, как раз на это и рассчитывают политики. Я так, мое мнение, что, наверное, кресло под премьером зашаталось, потому что последние, последние бурные переводы, все были связаны с ним. То с его приходом на вершину, на вершину политического олимпа, то сдвижка его, и оппозиция на него натянулась, и глупым решением это приняли. Сейчас опять что-то, поэтому, наверное, премьер не сохранится в России, поэтому и вновь все затея. Поэтому время обратно переводят. Да, но при этом вы, Валерий Никитичич, даете все-таки шанс властям, вот если они переведут на час вперед, пусть это останется. А нам-то куда? Выходить на митинги процесса, что ли? Нет более серьезных проблем. Ну это уже забавно, блин, да. Ну, видите, здесь ведь молоко упало. Так, может быть, считают, что с молоком ситуация нормализуется. Не знаю, что они думают, но хотелось, чтобы они что-нибудь посерьезнее занялись. Валерий Никитич, вопрос такой, у вас же есть животное, да? Да. Конечно, вот вы как-то вот заметили в последний раз, когда время переводили, они-то как пережили перевод времени, вот, про который все говорят, на которых ссылаются коробки, так как? И совершенно по боку. Падеж не случился. Ничего там страшного не случилось. Даже со своей жизнью я стрелки часов переводил как минимум нацать раз, а то, может быть, и больше, да? И я ни разу, и ни разу не заметил, чтобы свинья более довольно хрюкнула или корова, или корова. Это наши бредни. Спасибо большое за исчерпывающий комментарий. Валерий Савков, руководитель фермерского хозяйства Савкова в Котельнический район, один из самых, одно из самых известных, да, у нас в нашем регионе фермерских хозяйств. Удачи вам и удачного начала, собственно, сезона аграрного. 211-101 номер нашего телефона. Вы, слушатели, можете высказаться тоже по этому поводу. У нас остается до рекламы всего лишь 6 минут, потом уже будет другая тема. Так что поспешите, 211-101, и можете принимать участие в голосовании на сайте kirova.ru и на нашей странице ВКонтакте. Есть звонок? Алло, добрый день, как вас зовут? Добрый день. Надежда, да, наша постоянная слушательница. Мне 30 лет. Два раза в год переводили стрелки, и все было спокойно. И все-все, всех устраивало. Вдруг придумали вот этот медведевский перевод. То есть в 10 утра было темно. А теперь, значит, будет утром светлее, но в 2 часа дня уже будет темно. Нужно вернуться к двухразовому переводу стрелок. И хватит вот это все летнее, зимнее. У нас уже было летнее время, год или два назад. 10 утра было темно. То есть вы считаете... Конечно, зимой темно, и школьникам вставать, это ужасно. Два раза в год очень удобно. Когда в марте и в октябре переводили стрелки, то есть вы считаете, что это удобно? Да, 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 это самый идеальный вариант. Вдруг чего-то придумали и начали вот эту бузу. Предельно ясна ваша позиция. Спасибо. 211-101 номер нашего телефона. Вы еще можете высказаться. Также, ну, почему мы тут все время медведево-то вспоминаем? Да, действительно, Дмитрий Анатольевич тот человек, который активно уделил внимание этому вопросу. Я напомню, что он находился во главе нашего государства с 2008 года по 2012. И вот как раз таки в 2011 году в России отменили сменное сезонное время вот эти переходы. И граждане стали жить только по постоянному зимнему времени. По этому поводу даже был очень интересный такой анекдот, скажем так, как бы приписывали Дмитрию, нашему премьеру. Свет Его Анатольевичу. Свет Его Анатольевичу такие слова, что хватит переписывать историю, пора переписывать географию. И начались смены часовых поясов, изменения времени и так далее. Притом звонила нам слушательница, ей 30 лет, да, она говорит, что мы жили так хорошо, переводили время туда-сюда. Слушайте, мне почти 60, я прекрасно жил во времени плюс один по отношению к Москве. Я не видел никаких проблем, и те люди, которые руководили областью, тоже не видели никаких проблем в том, что они на час раньше Москвы живут. Понимаете? И в то время, когда было очень централизованное государство, когда вообще все решалось через Москву, это никого не смущало. Точно так же ходили поезда, точно так же там были телефонные разговоры и все. Слушай, жили на Москва плюс один и ничего. Вот после этого все эти эксперименты, которые начались, они пока ни один еще так долго не продлился. — 211-101, номер нашего телефона, пожалуйста, можете высказаться и вы. По этому поводу остается всего лишь несколько минут для обсуждения этой темы. Я думаю, что наши коллеги из новостного отдела затем, возможно, сделают большой материал такой расширенный, да, с вашими мнениями в том числе. Будет приятно послушать себя, в частности. Вот наша коллега Маша Кожевникова пишет по этому поводу, давно так не радовалась чиновничьим решениям. И ведь не шучу, лично я за летнее время. А вы что думаете? А вы что думаете? Добрый день, вы в эфире. — Добрый день. — Как вас зовут? — Здравствуйте. — Вставать на рассвете — это значит получать благодать, которая буквально развита в природе в это время. Тогда человек получает энергию счастья и много жизненной силы. — Отлично. — Не наше дело голосовать, когда солнцу вставать, а переводить надо на два часа и переводить в Москве. — В Москве на два часа? — Я вместе с ней. — Угу, и все вместе с ней на два часа. — Все, и этот разговор кончить. Солнце нам диктует законы жизни. — Понятно. — Дети, которые встают, поздно им удобнее вставать. Ничего подобного. Им надо привыкать к человеческой жизни, а не к своей собственной. Мы не бездельники, мы должны вставать рано утром. — Отлично. — Спасибо. — Как вас зовут, мы забыли выяснить. — А как вы Нина Вячеславовна? — Нина Вячеславовна, спасибо большое. — Спасибо большое. — Я немножко сейчас в космос, конечно, влетел, благодаря Нине Вячеславовне, но ничего. — Нет, ну, понимаешь, Владимир, есть здравое зерно такое, понимаешь, мы же на самом деле время-то не меняем. Время-то как текло, так и течет. — Земля как вертится с такой же скоростью. — И солнце как восходило, так и восходит, да, восходит. Вот, то есть смысл передвижения стрелок мне очень понятный. Если человек хочет вставать по солнцу, так вставай. — Вставай. — Никто тебе не мешает совершенно. Если не хочешь вставать по солнцу, не вставай. Если вы хотите там начинать, чтобы ваше предприятие начинало работу раньше, так сделайте режим работы. Это тоже никто не запрещает. Пожалуйста. — И темное или светлое — это уже второстепенные вещи. — Это уже пожалуйста. — Раз надо работать, значит, надо. — Надо работать и так далее. То есть я не могу понять, зачем все время, вот как правильно заметил Валерий Никитич, зачем все время стрелки-то дергать? Мы же ничего на самом деле не меняем. — Если тот же сельхозпроизводитель фермера понимает, что для того, чтобы засеять ему поле... — Надо рано встать. — Погода позволяет. Погода позволяет. Вот два-три денька есть срочно. — Вставайте в три ночи работать. — Слушай, еще вообще до всякой революции, до всяких этих времен, как люди жили, никакие часы-то не в каждом доме были. Тикали, да? Ну, взошло солнце, вышли на работу, работают. Солнце зашло, ушли, спошли домой. — Заниматься делами. — Да, домашними делами заниматься, лучи ножички. То есть это было веками, это было нормально, никто никакое время не менял. Это было как-то даже, по-моему, никому новому не приходило. Я графию переписываю. — В общем, к чему весь этот болезненный, не побоюсь этого слова, интерес? Нет, я проголосовал, конечно, в нашем опросе и проголосовал за варианты ответа, который сейчас по-прежнему второе место занимает. Это уже не смешно остановить и переводить время. — То есть мы с тобой давно звучали, что немножко единомышленники по этому вопросу. — Да. Буквально пару минут остается, нет пока у нас звонков. Ну вот, слушайте, ну есть еще возможность зазвониться, может, у вас какое-то кардинально противоположное время, мнение по этому поводу. Можете высказаться 211-101. Ну и вот что-то мне подсказывает, что все-таки депутаты Госдумы доведут дело до конца. Есть такое ощущение? — Там дело в том, что ходит еще один законопроект, связанный с переводом стрелочек. Там что-то связанное с изменением часовых поясов. Я точно его еще пока не читал. То есть вот пока это вот первое. — То есть опять дележка страны будет на часовые пояса. Включение одного в другой. — Я думаю, как-то очень серьезно они занялись вопросом времени. Тут я немножко согласен с мнением Валерия Савкова, что вероятнее всего тут эта тема будет так активно муссироваться, потому что о каких-то других темах, чтобы поменьше люди думали и говорили, в том числе и о том же курсе рубля, скажем так. — То есть тут еще один законопроект есть. Я читал, что он уже на стадии внесения где-то в Госдуме. — Сколько у нас сейчас по стране часовых поясов? Семь? — Я уже не помню, честно говоря. — А Удмуртия у нас все-таки живет на час вперед, да? — Нет, по-моему, у них московское время сейчас. — Московское? Они же, по-моему, отказывались тогда. — По-моему, они ввели его. У нас сейчас вообще плюс один, по-моему, никто не живет. Плюс два вот сразу. — Ну что, получается, что мы уходим сейчас на рекламу. А, есть звонок? — Да, да, еще один. — Ну давайте примем звонок. Алло, добрый день. — Добрый день. Меня зовут Владимир. — Да, Владимир, пожалуйста, слушаем. — Я согласен с предыдущими в том плане, что если хочешь отрегулировать время в своем предприятии, вставай раньше, режим передвинуться. — Вы поддерживаете, в общем, это предложение? — Я поддерживаю. — Ясно. Хорошо, спасибо, наш слушатель. Видимо, мы сейчас уходим все-таки уже на рекламу. И приступаем к следующей теме. Ну так более-менее ясно уже. Парламентарии поддержали, Госдума будет рассматривать. — Но, однако, скажу, что слушатели наших мнений разделились. — Разделились. — Разделились. — Сказать, что так единогласно, кстати, те же избиратели поддерживают, я вот сейчас не могу на основании этой беседы, в том числе аграрии. — Рекламный блок сейчас и следующая тема после него. — Продолжается дневной разворот. Еще раз здравствуйте, Николай Голиков. — И Владимир Сметалин. — Следующая тема у нас до конца часа, то есть на ближайшие 10 минут. 29 числа на базе библиотеки имени Герцена пройдут так называемые дизайн-выходные. Весьма примечательное мероприятие. Проводится оно в разных городах. Нет какого-то конкретного, да, мегаполиса, к которому оно было бы привязано. — Именно смысл-то этого того, что как бы лидеры российского дизайн-сообщества приезжают в различные регионы и, как говорится, устраивают там такой активный обмен опытом для того, чтобы в среднем по России уровень нашего дизайна повышать, как я понял, да? — Да. В нашем городе это уже будет 25-й по счету съезд деятельный дизайн. Проект вообще существует с 2012 года. 18 регионов нашей страны уже в нем поучаствовали. Сотни экспертов выступали, более 12 тысяч человек участвовало. И у вас есть прекрасная возможность побывать в Герценке на этих выходных в субботу. Абсолютно бесплатно. Вход свободный. И все, кто интересуется внешним обликом города, да и не только города. — Не только города, да. — Да. — Тем более, что как минимум три совершенно крутых спикера приезжают. — Давайте озвучим. — Приезжает Аркен Гагаров, это арт-директор студии Артемия Лебедева. Я думаю, тут можно просто точку поставить. Вот Владимир Лифанов, это лауреат вообще многочисленной премии, основатель, арт-директор Супрематика, такой фирмы тоже очень известный в этом мире. И Максим Алимкин, это человек, который брендировал город Минск. Он также сооснователь Тонда График, автор стилетного города в Москве 17-го года. То есть люди такие с федерального уровня, федеральной известности спикера. Я думаю, просто интересно их послушать. — Ну, надеемся, что Владимира Лифанова мы наберем сегодня по телефону. Но перед этим все-таки хотим созвониться с организатором данного мероприятия, Дмитрием Шиляевым, директором Центра современного искусства «Галерея прогресса». Сейчас у нас будет в эфире, да? Дмитрий, вы на связи? — Да, добрый день, Владимир. Здравствуйте. — Да, добрый день. Да, Николай Голиков, Владимир Сметанин здесь. Мы понимаем, что такое большое волнительное событие для нашего города, для вас. Расскажите, что это будет? — Основная тема — это как с помощью дизайна сделать города привлекательными. И, собственно, если рассказать кратко о проекте, дизайн выходные — это образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которое проходит в формате открытых образовательных конференций в различных городах России. И за шесть лет существования проекта прошло уже 25 мероприятий в 18 городах России, 12 тысяч слушателей, 200 человек, ведущих российских экспертов в области дизайна. Эту тему мы специально просили организаторов Вячеслава Правдинского и Артема Геллера собрать команду профильных специалистов, которые объяснят, расскажут, поделятся своим именно обязательно практическим опытом, как с помощью дизайна сделать города привлекательными. И сейчас могу рассказать подробно о спикерах и о темах событий. В рамках событий будут работать три секции. Первая секция — городские правила дизайна. Свои выступления первым начнет Эркен Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева по заказу Комитета при архитектуре и горостроительстве Москвы совместно с Главным архитектурным планировочным управлением Моском Горархитектуры студии под руководством непосредственно Эркена Кагарова была разработана архитектурно-художественная концепция размещения рекламно-информационных конструкций для 11 центральных улиц города и соответствующего руководства. Потому что благодаря этому дизайн-коду был убран вот этот рекламный фон «Сум», который создавал напряжение жителей города. Второй выступающий — это будет Максим Олимкин. Он начнет свое выступление в 14.30. Это он сооснователь «Тондо график», автор визуальной концепции города Минска. Он же разрабатывал фирменный стиль «Дня города». И также он разрабатывал визуальный стиль города «Стирли Томак». Тема его выступления — региональный брендинг. Тоже актуальная тема. Как привлечь, скажем так, собственно, международное внимание, привлечь инвестиции в соответствии с этим. Дмитрий, извини, секунду. Дмитрий, извини, секунду. Вот ты говоришь, что Максим Олимкин начнет. Третье выступление — это будет Владимир Олифанова. Дмитрий, Дмитрий, простите, пожалуйста. Тема его секции «Тернии, звезды и тфризм». Владимир Олифанов — это известный российский дизайнер, лауреат многосисленных премий, основатель и арт-директор «Супрематика». Дмитрий, пожалуйста. Последняя его работа, он является автором визуальной концепции логотипа туристического бренда России. То есть каким образом проходило согласование? Это было народное голосование, в которое победил автор, дизайнер Владимир Олифанов, и Министерство культуры Российской Федерации и туризма учредило именно его логотип. Да, Дмитрий, простите, простите, перебиваем. Перебиваем, да, пытаемся перебить. Вы немножко не точно не объяснили, во сколько все это начнется? Ага, вот сейчас когда? То есть, ну, хотелось рассказать про что, а теперь когда? Да, это все произойдет 29 апреля с 12.00 до 18.00. Они как-то будут по очереди выступать, эти спикеры? Да, выступать будут по очереди. Давайте скажем, что это будет библиотека Герцена, имени Герцена. Но вход, конечно, как всегда, свободный. Единственное условие, нужно зарегистрироваться будет на это событие. Ссылка есть в интернете. Буквально через час она будет еще более активна. Ее узнают, по крайней мере, подписчики группы «Галерея прогресса». Почему произошла небольшая задержка? Мы искали партнеров, и нас поддержали. Мы очень благодарны, значит, управлению по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова. Ну, я уточню, не просто в интернете, а на сайте «Галереи прогресса» можно найти информацию, собственно. Это через час. То есть, буквально всегда, ну, в смысле, долго мы искали партнеров. Управление Петербурга Нажежина поддержали частично, и мы этому очень благодарны. И через час вся информация будет на сайте «Галереи». Можно зарегистрироваться на события, но уже собирается очень много людей. Профильных специалистов – это преподаватели профильных вузов, представители администрации, бизнеса, студенты вузов. И дизайнеры, которые создают прекрасные у нас какие-то объекты уже много-много лет. В общем, я как раз-таки, да, и хотел закончить этим вопросом. А кому бы вы порекомендовали посетить данное мероприятие, да? Дизайнеры, чиновники, студенты, люди неравнодушные к тому, как выглядит наш город. Ну, как, вы знаете, гражданские активисты занимаются тем, чтобы сохранить город. Я бы как раз хотел бы уточнить, что мы это событие делаем уже третий раз. Суть его была последнего приезда, это был 2014 год. Как раз спикеры сказали, мы им сказали, вот хотим сделать, чтобы город был более красивым и привлекательным. Они говорят, ну вот тогда привезите профильных специалистов, у которых есть положительная практика реализации проектов. Пусть они расскажут местным активистам, дизайнерам, профильным специалистам. И тогда они смогут на основании, допустим, положительной практики создать что-то здесь сами. Это будет, ну, как бы доступная цена взаимодействия с городской администрацией. Вот конкретно про дизайн-код города Кирова. Главный привез. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства, галерея «Прогресс». Еще раз напоминаем, дизайн выходные в эту субботу, 29 апреля, библиотека имени Герцена, ровно полдень, начало. Зарегистрироваться нужно сначала. Найти ссылку можно на сайте галереи, в группе в социальных сетях. И добро пожаловать в ход свободный. Вот такое большое, крутое мероприятие. Ну и сейчас мы попытаемся все-таки связаться с одним из гостей. Это Владимир Лифанов, которого мы уже обозначили. Дизайнер, основатель и арт-директор брендингового агентства «Супрематика». Вот можно даже клиентов перечислить. Я нашел, да, Николай? Круто весь? Клиенты у него, конечно, очень серьезные. Там и Департамент культуры Москвы, Внешэкономбанк, Йота, ВГТРК, Российские железные дороги, футбольные клубы «Динамо Москва», «Спартак». Ну, многие другие. То есть, как бы человек, видно, что работает на хорошем уровне. Мне у него тема, выступление нравится, очень такая красивая. Тернии, звезды и туризм. Тернии, звезды и туризм. Вот как раз вот с части тернии, мне кажется, вот это самое то, что у нас актуальное. Как это все переплетается между собой. Хотелось бы, конечно, непосредственно Владимира спросить. Похоже, мы все-таки до него дозвонились. Владимир, добрый день. Доброе утро. Доброе утро, да. Город Киров вас приветствует. Мы ждем вас с нетерпением на дизайн выходных, которые пройдут у нас 29 апреля. Буквально пару минут у нас для общения. С чем едете к нам? Ну, мы едем таким маленьким составом звездного дизайн-десанта из Москвы в город Киров. Нет, я имею в виду тема вашего выступления. Нам тема понравилась. Мы сейчас только озвучили, да, вот это тернии, звезды и туризм. Как-то вот... На самом деле мы расскажем о том, как трудно было делать сложнейший проект по турбренду России. Через какие тернии и без звезд мы прошли и трудности, чтобы это получилось. И это получилось. А вы знакомы уже с тем материалом, который есть у нас в Кирове, на Вятке? То есть с чем мы там ассоциируем свой регион, да? Там же, ну, та же дымковская игрушка, господи, часто мы ее упоминаем. Наши природные богатства и так далее. Ну, про природные богатства безусловно. А вот дымковскую игрушку я знаю. А то, как у вас бренд, я не видел. Так мы его тоже не видели, Владимир. Мы его тоже не видели, вот почему и интересно. У нас как бы это все в процессе... Да, на самом деле я не видел, какой у вас турбренд. Я поеду рассказывать про то, что мы сделали для большой туристический бренд страны. Будет ли у вас время прогуляться по городу все-таки, посмотреть? Я спецом на целый день останусь, чтобы посмотреть этот город. В воскресенье, так полагаем, да, вы еще здесь будете? Да, весь день буду ходить по городу и смотреть. Ну, я думаю, что вы найдете здесь единомышленников и успеете с ними поделиться своими мыслями. Кстати, общение с вами, оно будет свободное. То есть в процессе лекции можно будет вопросы задавать, да, непосредственно? Да, даже самые вредные каверы, знаете, типа того, сколько мы хотели украть на этом турбренде. А сколько, если не секрет? Прекрасный вопрос. Для того, чтобы его задать, вам придется прийти на мою лекцию. Хорошо, мы сделаем это, Владимир. Да, кстати, вы впервые в Кирове будете или уже нет? Да, я не был ни разу. Хорошо, удачно вам добраться. Ждем вас 29 числа. Ждем с нетерпением. Да, спасибо, Владимир Лифанов, известный российский дизайнер, арт-директор и основатель брендингового агентства «Супрематика». И автор идеи и логотипа турбренда всей нашей России. Турбренда всей России. Николай, можно вас попросить в двух словах, что такое брендинг территории описать? Вот для чего это нужно? Для чего это нужно? Для того, чтобы услышать ответ на этот вопрос. Для чего это нужно? Я не держу в голове такие определения, Володь. Коротко ответить, наверное, нельзя. Но общий смысл понятия. Общий смысл понятия. Для того, чтобы любить и знать определенную территорию, его нужно четко с чем-то ассоциировать. Должна быть четкая идентификация. Вот это и есть брендинг. Это и есть брендирование. Всем, кому интересно, приходите в библиотеку Минингерцена к 12. В эту субботу, 29 числа. На этом первая часть дневного разворота завершена. О гастролях в нашем городе Московского детского камерного театра «Кукол» мы будем говорить уже после 12.05. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!